Несколько дней назад под видео для начинающих инвесторов я заметил вот такой комментарий. Выключил видео, увидев общий убыточный доход. И надо сказать, я прекрасно понимаю этого человека. Очевидно, что это начинающие инвесторы. И я, когда только начинал инвестировать, я мыслил ровно таким же образом. То есть я тоже смотрел какие-то каналы на YouTube, где рассказывают что-то про акции, инвестиции, заработок, какие-то бешеные доходности и так далее. И я вот когда смотрю, что человек делится, что вот у меня там убыток, ну сколько-то процентов, просадка на рынке, крах рынков инвестиционных и так далее. Я смотрю, ну как же так, если ты успешный инвестор, как же ты допустил такую вот оплошность, что у тебя убыток по портфелю идет. Но тут надо сказать, не все так просто. И делать вывод на основе цифр, которые вы видите на экране, некорректно. Давайте разберемся, в чем же тут дело. Я вот сейчас все расскажу и покажу на своем примере. В том видео я рассказывал про разные активы. Давайте сосредоточимся конкретно на вот этом брокерском счете. Он называется RF. Это акции российских компаний. Здесь сборная солянка. То есть здесь есть и дивидендные акции, и голубые фишки, и какие-то истории роста. То есть компании, которые, когда я добавляю к себе в портфель, я рассчитываю на то, что они вырастут непосредственно в теле. Пускай она не платит дивиденды, но если это какая-то развивающаяся история, если хорошие инвестиции, хорошие показатели и так далее, то компания может именно вырасти в цене. Какие-то компании платят дивиденды, но могут не показывать какой-то ошеломляющий прям рост. Вот, допустим, да, Газпром нефть. Платят дивиденды, достаточно хорошие, но не растет сильно в цене. Все еще зависит непосредственно от ситуации на рынке, ситуации в экономике. Все это влияет на котировки акций. Все эти цифры, которые вы видите сейчас на своих экранах или на своем брокерском счете, они отражают лишь номинальный доход, либо убыток. Что это значит? Вот смотрите, вы покупаете какие-то акции. Допустим, вы купили акции Озона, и вы стали владельцем акций. Но цена акций нефиксированная, и она может изменяться под влиянием различных факторов. И пока вы владеете этими акциями, на вашем брокерском счете как раз таки цена будет изменяться тоже с течением времени. И пока вы не продали эту акцию, ваш доход, либо убыток, они бумажные, номинальные. То есть, если вы продержите эту акцию еще какое-то количество времени, и ее цена изменится так, что она выйдет из убытка, допустим, либо пойдет в прибыль. И вот если вы продадите эту акцию, зафиксировав ее цену в конкретный момент времени, тогда уже можно будет сказать, имеется у вас доход по этой акции, либо убыток. Только тогда, когда вы выйдете из позиции в этой бумаге. Поэтому, вот смотрите, сейчас у меня просадка по портфелю примерно 14 тысяч рублей. И даже сейчас она может меняться. Вот видите, цены на экране изменяются. И тут, надо сказать, очень важную вещь. Даже если у вас имеется убыток по брокерскому счету, вот сейчас в моменте, вы можете использовать эту ситуацию себе во благо. Перевернуть это с ног на голову. И даже на этом, ну, можно сказать, заработать. Что я имею в виду? У нас с каждой сделки, которая происходит с прибылью, вы купили акции за 500 рублей, продали за 1000, с этой разницы вы должны заплатить налог 13%. Налог этот брокер списывает либо при выводе с брокерского счета в течение года, если вы решаете снять какую-то денежку с него, либо в начале следующего года по итогам текущего года. Вот за 2024 год, в начале 2025 брокер у вас попросит занести определенную сумму денег на брокерский счет, чтобы эти деньги он отправил за вас, так как он является налоговым агентом, в налоговую. Но вы можете уменьшить вот эту налогооблагаемую базу. Она складывается из чего, как уже ранее сказал, что если вы совершаете какие-то сделки в плюс, да, то есть вот акции выросли в цене и вы зафиксировали эту позицию, то все эти сделки, вот они накапливаются какая-то сумма и с нее вы должны будете платить налог. Но эту налогооблагаемую базу можно уменьшить. Как это сделать? Зафиксировать убыток по какой-либо акции. Вот смотрите, у меня имеются в портфеле акции компании АФК-система и убыток по данной акции у меня составляет 30% либо 640 рублей. Если я сейчас зафиксирую позицию, продав эти акции АФК-система при текущей просадке 30%, я уменьшу свою налогооблагаемую базу на 640 рублей. И общий налог, который я должен буду заплатить по итогам этого года, также уменьшится. И тут очень важный момент, если я хочу оставаться в позиции на этой акции, я ее просто после продажи, вот с такой просадкой 30% снова покупаю. Тем самым я остаюсь при акциях, то есть количество акций у меня в портфеле не меняется, но я сокращаю свою налогооблагаемую базу. Этим лайфхаком пользуются многие инвесторы, если они понимают уже изначально, что у них очень много положительных сделок. Если они видят у себя по портфелю, что есть какие-то акции, которые в ближайшем будущем не вырастут, то можно использовать вот такую фишку, чтобы вынести из этого пользу. Кроме того, некоторые компании из моего инвестиционного портфеля выплачивают дивиденды. Дивиденды тоже нужно учитывать в доходности своего портфеля, которые мы не увидим конкретно вот здесь, в этих значениях. Здесь мы видим текущую просадку по портфелю, именно по стоимости акции, но мы не видим, сколько нам принесли дивиденды. То есть конкретно в моем примере, вот у меня убыток 14 тысяч рублей, но допустим я дивидендами заработал за весь этот год 10 тысяч рублей. Итого общий убыток с корректировкой на доход по дивидендам у меня будет минус 4 тысячи рублей, а не 14. Вот как раз таки, давайте посмотрим в разделе аналитика, у меня как раз сумма примерно совпала с той, которую я назвал дивидендами, я заработал на этом брокерском счете более 10 тысяч рублей. Это за весь период, то есть за год у меня заработано 8 тысяч 900, за полгода 8 700 и за месяц до текущей даты более 1000 рублей я заработал, именно дивидендами получил. То же самое касается и купонов по облигациям, если у вас облигации просели в цене, то это не значит, что вы не заработали на купонах, да, мы можем посмотреть сколько вот на купонах. На купонах я получил более 3000 рублей за последний месяц и всего за 6 месяцев почти что 8 тысяч заработал. Нужно это все учитывать. Если вы еще не инвестируете, являетесь как раз таки начинающим инвестором, то я рекомендую открыть брокерский счет в Т-инвестиции. За открытие счета вы получите акцию до 20 тысяч рублей по специальному промокоду, он будет указан в описании к этому видеоролику. Там же будет ссылка, по которой вы можете зарегистрироваться. И заходите в наш телеграм-чат, вот здесь по QR-коду, либо по ссылке в первом закрепленном комментарии к этому видеоролику. Там вы можете все эти вопросы обсудить по инвестициям, по финансам, по кредитным картам, по банковским продуктам. Это все можно спрашивать и получить ответ от меня, либо от других участников чата, получить какую-то полезную информацию. Благодарю всех за внимание и смотрите вот этот видеоролик, там тоже масса полезной информации для вас.